Девушки отдыхают В этом году вдруг я вижу, что тема кинонашествия, а мне вот ну очень хотелось, чтобы Егор был именно джедаем. Ну кинонашествия, джедаи, все случилось, я поняла, что звезды сошлись, и я просто обязана шить эти костюмы прямо в этом году, прямо обязательно. Костюмы Александра-принцесса Амидала уже почти дошивает с космической скоростью. У него вот стандартные штанишечки такие беленькие и что-то похожее на кимоно. Когда мы все это запахнем поясочком, вот в тот момент он и станет похож на настоящего джедая. Да? Даже меч не нужен. Как и в прошлом году, в карнавале примет участие наш телеканал. В праздничной колонне пойдут лица Енисея со своими детьми. Три-четыре, справа ноги давай. Раз, два, три, четыре, давай. Ногами топаем. А руками? Забыл руками делать? Смешно мы руками делаем, да? Например, ведущая и автор спецпроектов Полина Каминская вспоминает с сыном Яном, как правильно маршировать. В прошлом году ребята тоже шли в колонне телеканала Енисей. Вспоминают, было весело. Это было классно. Мы маршировали, пели песенку. Ян играл с игрушками, которые ему подарили наши коллеги. И мы шли такие нарядные, в маечках, в красивых форме. В общем, все нас обращали внимание. И мы всем радостно улыбались и махали в ответ. Костюм, я думаю, у нас бы вопрос был решенный. У нас Ян очень любит одну очень известную игру, которую там птичками надо стрелять. Вот. И я думаю, что он один из этих костюмов выбрал бы обязательно. Я даже уверена, что это был бы ред, это был бы красный. Красная, яркая птичка. Только изобрази ян, как реда ты показываешь. Давай. Присоединятся к нам на карнавале и участники проекта «Наши дети». Узнаете нас просто о фирменной футболке и хорошее настроение. Кстати, если подать заявку на участие до 29 мая вы не успели, то к колонне фиолетового цвета вы сможете присоединиться прямо во время карнавала. До встречи на празднике! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова